Наша Победа, так называется акция, посвященная годовщине присоединения Крыма к России и предстоящему 70-летию Великой Победы. Открыла акцию автопробег по районам области, стартовавшей на Советской площади. Мои коллеги там побывали. В автопробег отправились 36 автомобилей. Их экипажи составили ветераны Афганистана, воздушно-десантных войск, ДОСААФ и члены областной общественной палаты. Перед пробегом они прошли инструктаж, поскольку ехать предстояло по 10 районам области, начиная с Тутаевского и заканчивая Переславским до того, как вернуться обратно в Ярославль. Дата проведения автопробега 18 марта была выбрана не случайно. Именно в этот день, год назад, Крым вернулся в состав России. Здесь нет политических предпочтений. Все партии едины, все общественные организации едины. И ровно год назад масштабным митингом муниципальные общественники, региональные общественники, объединившись, собрав большой гуманитарный груз, отправили его в Крым, реально показав, каким образом можно быть вместе. Чтобы подготовить автопробег, понадобились усилия массы людей. Дело в том, что участники автопробега в районах должны были останавливаться у воинских мемориалов для возложения цветов, проводить круглые столы с ветеранами и молодежью. Старт пробегу дал губернатор области. Я уверен, что вы и сегодня, да и каждый день делаете очень много важных дел для того, чтобы наши традиции, традиции единства, традиции российской государственности были доступны молодежи. Чтобы случилось того, что случилось на Украине. Автопробег, посвященный сразу двум победным датам, проводился в нашей области впервые. Но вполне возможно, он станет традиционным. Евгений Полковников, Александр Рябков.